И снова привет, друзья! Новая неделя, а значит у нас для вас есть новости. Сегодня их и обсудим. Петербургские экономические форумы заявления Путина. Удар американским оружием по Белгородской области. Пытки и издевательства над украинскими военнопленными. Михаил Лобанов и Комитет за справедливый мир и радикальную демократию. Обыски в офисе рабочей партии Аргентины. США хотят ввести санкции против Международного уголовного суда. Кассация по делу Бориса Кагарлицкого. Арест членов ростовского сообщества Antifa United. Жены мобилизованных, иностранные агенты. Там главы Минюста и гейнационализм. Священник РПЦ назвал мигрантов глистами. Икея нанимает на работу в Роблоксе. Книга Карла Леви «Христос остановился в Эбали». Ну и конечно, призываю вас подписаться на каналы Вестника Бури в YouTube и Telegram. И на наш Telegram канал «Алло Макрон». Ссылочки мы все оставим в описании. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. И не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ну, теперь можно переходить к новостям. 5 июня в Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Капиталисты России собрались в городе трех революций обсуждать новую ладу, многополярность и встречать делегацию Талибана. Петербургский форум проводится с 1997 года и уже успел стать символом новой капиталистической России. На форуме презентовали новые модели Лады, в том числе ее электрическую версию. Показали большое генеалогическое древо семьи Путиных, начало которой положил некий Никита в середине 1600-х годов. Есть версия, что вообще все русские произошли из рода Путиных. Помимо генеалогического древа на форуме показали воду представительского класса, которую разработала компания «Аурус». Это компания, которая занимается производством люксовых автомобилей для президента. Еще уважаемым и состоятельным клиентам предложили купить письмо советского ученого и конструктора Сергея Королева. Автограф Гагарина и фото Путина с Трампом. Тоже, конечно, с автографом. В общем, как говорится, все для люкса, все для победы. Вообще, Петербургский международный экономический форум все больше становится витриной для детей кремлевской элиты. На форуме также выступили дочь Сергея Шойгу Ксения, сын Антона Вайна Александр, Анна Цивилева и Роман Ротенберг. Самое главное в этом ряду, это, конечно, выступления Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, дочерей Владимира Путина. В этом году они впервые выступили на Петербургском форуме. Тихонова является гендиректором и на практике. 6 июня она приняла участие в сессии о роли оборонно-промышленного комплекса, которую вел пропагандист Владимир Соловьев. Воронцова же член Президиума Российской Ассоциации Содействия Науки. 7 июня выступала на сессии по биотехнологии. С каждым годом высказывания на экономическом форуме становятся все более абсурдными и все менее интересными для широкой публики. Это и понятно. Единственное, что, наверное, живо обсуждалось в российском интернете, это ценовая конкуренция между компаниями, предоставляющими эскорт-услуги. Ну и, конечно, речь президента, наверное. Владимир Путин в ходе ответов на вопросы иностранных журналистов рассказал о том, что России все равно, кто будет президентом США, Трамп или Байден. В очередной раз отверг обвинение о начале войны со стороны России, рассказав о соблюдении Минских соглашений. Также заявил о потерях украинской армии и о намерениях США избавиться от Зеленского. Завершил он свою речь угрозами дать пропорциональный ответ на разрешение бить западным оружием по России и анонсировал поставки оружия в страны, у которых США есть проблемы. Ну, в целом, как мы видим, прозвучали достаточно стандарты для Владимира Путина заявления. В конце недели он добавил, что российская экономика растет, а безработица падает. В общем, россияне, можно спать спокойно, у нас с вами все хорошо. Ну, а если серьезно, то у каких-то категорий россиян, конечно же, все хорошо. Собственно, перед ними Путин и выступал на экономическом форуме. Экономический форум – это трибуна для политических заявлений представителей буржуазии России. Основные векторы дальнейшей политики понятны – усиление конфронтации с Европой и США и еще более плотное сотрудничество с Китаем и его союзниками. Все это можно увидеть на примерах того, как работает псевдоимпериалистическая политика российских властей. Ведь страны Латинской Америки и Африки все чаще стали появляться на подобных мероприятиях. Сейчас уже абсолютно точно можно говорить о сложившихся политико-экономических объединениях, которые конфликтуют за свои интересы в разных точках мира. Понятное дело, что Россия находится в авангарде этого движения и пытается распространить свое влияние везде, где это возможно. Мы пригласили историка, журналиста и автора ютуб-канала Владимира Метелкина дать свою оценку тому, что же происходило на Петербургском экономическом форуме и порассуждать о значении политических заявлений, которые были сделаны на нем. Привет, алло, где буря? Привет, Кристина, привет, зрители. Что я могу сказать? С одной стороны, это довольно любопытное мероприятие, с другой стороны, довольно скучное, потому что Путин, честно говоря, уже достал своими лекциями в жанре основы истории геополитики. В этот раз слушателями лекции были сразу 16 иностранных журналистов. Редко Владимиру Путину представляется такая возможность вещать на мировую прессу. Перед ним за огромным столом сели журналисты, которые представляют 16 разных стран и информационных агентств из этих стран. Все это проходило на полях Петербургского международного экономического форума. С большой помпой, мы знаем, проходит это событие. Вот и в данном случае Владимир Путин сидел не где-то, а в здании Лахта-центра, который тоже с таким пафосом открывался. И позади Владимира Путина развивались гордо три флага Российской империи, Советского Союза и России. Об этом я еще чуть позже скажу. Это довольно странно выглядело, по мнению некоторых журналистов. Путин, как обычно, проводил разделительные линии в мировой политике, делал акцент на том, где чья сфера влияния находится. И вот каждого журналиста, с которым он общался, это было такое краткое summer отношений России с этой страной. И здесь, что характерно, Владимир Путин совершенно не воспринимал этих людей как представителей какой-то профессии, та журналистка, у которой есть стандарты, этика какая-то такая универсальная, международная. Нет, ни в коем случае Путин, как обычно, воспринимал этих людей как посланников стран, из которых они приехали, стран, в которых работает их агентство, в общем, представителей национальных интересов конкретных государств. И таким образом с ними общался. Иногда он это даже открыто подчеркивал в речи, говорил, например, американскому журналисту из Associated Press, что он представляет администрацию США и находится здесь при ее, так или иначе, помощи и поддержке. В общем, вот такая картина мира, в которой никаких независимых действий не существует. Любой интерес – это явный или скрытый национальный интерес, который осуществляется при поддержке дружеских и недружеских стран и их политиков. В этой встрече хорошо была видна картина мира, где страны делятся по такой сетке на дружеские и недружеские, с одной стороны, и с другой стороны на суверенные и несуверенные. Путин здесь договорился за то, что он назвал Германию несуверенной страной. Ну, естественно, предполагается, что Германия проводит не свои интересы, а интересы Соединенных Штатах Америки, что идет вразрез с интересами жителей Германии, и это, конечно, выражается в росте популярности альтернативных партий. Здесь Владимир Путин даже вспоминал рост рейтингов альтернативы для Германии. В общем, указывало на то, что Германия проводит политику не в интересах собственного народа, и это отражается на популярности таких партий, с которыми Россия может сотрудничать, и ее не смущают взгляды политиков. Что лично мне показалось наиболее интересным, что Владимир Путин давал советы представителям других стран, как он считал, как вести хозяйственную деятельность, собственно, этим государством. Резкая критика здесь была в сторону Европы, в сторону Германии. Что характерно, Путин указал на рост цен, на рост цен на энергоносители, в первую очередь, из-за отказа от российского газа, да, и на то, что в Германии явные проблемы с переходом на зеленую энергетику. В общем, и Путин говорил, что, в общем, попросту страдает ваш народ, отказывается от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, и теперь испытывает вот трудности с переходом на другие источники энергии. Говорил он о том, что немецкая промышленность ищет другие страны, где бы им открыть производство, во многом из-за роста стоимости на ресурсы. США открывают производство, в Азии, ну, это действительно правда, что самое грустное. Ну, самой любопытной для меня частью была та, где Владимир Путин указывал на ошибки в хозяйственной деятельности недружественных стран. И, в общем, здесь начал читать лекцию про такую политэкономическую, да, о том, почему, на самом деле, немецкая экономика, по мнению Владимира Путина, испытывает такие трудности сейчас. Испытывает она эти трудности. Догадайтесь, почему. Потому что она не проводит вот ту самую суверенную независимую политику, по мнению Владимира Путина. Она отказалась, Германия, от взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Цены на газ дрожают. Инфляция, немецкая промышленность не может осуществить зеленый переход. Ну, это действительно так, с этим есть большие проблемы. Многие немецкие предприятия действительно сейчас ищут места, как сказал Путин, куда можно еще приземлиться, где можно сократить издержки, более дешево производить продукцию. В США, например, или в странах Азии. Вот. Собственно, да, по мнению Путина, все эти люди страдают, потому что они отказались от сотрудничества с Россией. А сотрудничество с Россией и является как бы выражением национальных интересов немецкого народа, который не страдал бы от разрыва сотрудничества. Этот месседж, я думаю, направлен, как обычно, на аудиторию евроскептиков, как правых, так и левых. Внутри самой Европы, да, и также на консерваторах по всему миру зашла речь об альтернативе для Германии крайней правой партии. Путин сказал, что нет ничего удивительного в том, что она вырывается вот во вторую, на вторую, как бы, строчку по популярности, да, в стране. Почему? Потому что немецкий эстеблишмент не проводит независимую политику, по мнению Владимира Путина. Любопытно смотреть на то, что Владимир Путин использует цифры и показатели, к которым нас приучили на самом деле мейнстримные политики и экономисты. Путин тыкает пальцем в показатель роста ВВП в России, говорит о том, что Россия там уже обгоняет Японию, ссылается на данные Всемирного банка. И также он тыкает пальцем в показатели, значит, опросов общественного мнения, которые показывают рост популярности вот альтернативных политических сил, даже крайне правых, вот таких, как альтернатива для Германии. И, конечно, в этом Владимиру Путину помогут данные российских опросов, которые фиксируют показатель поддержки войны и так далее. Ну, что можно сказать? Это очень печальная ситуация. Печальная ситуация, в первую очередь, для представителей либерального демократического фланга политического. Потому что Владимир Путин открытым говорит о том, что вот я вас переигрываю, используя ваши данные, в которые вы привыкли тыкать, всегда как бы тыкать в ВВП, тыкать в рейтинге, в вопросы так называемого общественного мнения. В общем, Путин и его команда в совершенстве освоили мейнстримные политические технологии, пользуются ими, бравируют активно этими вот цифрами, тыкают в них. Что с этим делать? Ну, противопоставить этому какой-то более глубокий, более адекватный анализ ситуации. Спасибо большое, Владимир. На этой неделе украинская армия впервые нанесла удар из американского оружия по целям Белгородской области. Согласно данным Института изучения войны, 1 или 2 июня украинские войска нанесли удар с помощью установки Хаймерс по российским батареям ПВО С-300 и С-400. Они располагались в Белгородской области примерно в 60 километрах от текущей линии фронта и более чем в 80 километрах от Харькова. Произошло это после того, как 30 мая издание Политико сообщило, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России в районе Харькова в ответ на готовящиеся удары по городу. Стоит отметить, что атака в Белгородской области была осуществлена не по системам нанесения ударов по Харькову, а по комплексу воздушной обороны. То есть целью, по-видимому, являлось снижение оборонительного потенциала города. Конечно, мы понимаем, что это все сильно противоречит заявлениям американских и украинских политиков. Впоследствии сенатор от Республиканской партии и член Комитета по вооруженным силам Майк Раунс и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Егор Черняев подтвердили факт нанесения ударов американским оружием. Одновременно с этим продолжались удары по жилым кварталам, от которых страдали мирные жители по обе стороны фронта. В Харьковской, Полтавской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Воронежской и Брянской областях люди гибли от обстрелов практически каждый день. В Луганске в пятницу пять ракет атакам сударили по многоэтажным домам и в итоге пострадали более 50 человек. Фронт особо не двигается, наступательный потенциал у обеих сторон исчерпан. Продолжается бесконечная цепочка смертей обычных людей. В наших интересах, чтобы снова наступило время, когда страх войны заставляет людей договариваться и находить компромиссы. Только лишь на том гуманистическом основании, что жизнь человека это самая большая ценность. На прошлой неделе появилось сразу несколько свидетельств жестокого обращения по отношению к украинским военнопленным со стороны российских военнослужащих и сотрудников ВСИМ. На первом видео, предположительно на Харьковском направлении, российские военные ради забавы заставляют украинских военнопленных петь гимн Советского Союза. Они издеваются над пленными, избивают, когда что-то не нравится в их пении, а потом и вовсе угрожают расстрелом. Нет ничего более дискредитирующего советский строй и левой идеи, чем вот такие люди, которые заставляют под угрозой смерти петь гимн СССР. Особенно, когда они воюют на стороне империалистической России, вооруженной антикоммунистическими идеями Власова и Ильина. После этого видео в СМИ появились фотографии приемки украинских военнопленных, то есть передачи от конвоя Минобороны в СИЗО и ИК. Как пишут СМИ, украинские военные были избиты сотрудниками СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области и прикомандированными бойцами спецназа в СИН. Орудием преступления были полипропиленовые трубы. Впоследствии источник из Воронежского УФСИН пояснил журналистам. Пленных украинцев избивают на приемке, швыряют по камерам, медицинской помощи не оказывают. В результате избиения образуются обширные гематомы, за которыми нет должного внимания медиков, так как их к пленным просто не допускают. А потом, когда пленные практически начинают гнить, к ним пускают медиков, но часто бывает уже поздно. Бойцы ОСИН и сотрудники бьют по еще не зажившим ранам, а поскольку иммунитет у пленных близок к нулю, ни о каком заживлении не идет и речи. Помимо этого, проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в российском плену более чем два года. На этих снимках Роман Горелык, который вернулся в Украину в рамках последнего обмена пленными в конце мая, он был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и еще 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев российские военные взяли в плен в марте 2022 года. За время плена ни Романа, ни других военнопленных украинцев не посещали представителей Международного Красного Креста. Подобные новости повергают в абсолютный шок. Не может быть никаких причин, по которым можно попытаться понять или принять, как делают некоторые социал-шовинисты, такое отношение к военнопленным. Российские силовики все чаще и чаще используют пытки и издевательства как абсолютно нормальную практику. Причем мы прекрасно понимаем, что происходит это не только в сторону военнопленных. В общем, в стране право работать перестает вообще. Подобное отношение к военнопленным ожесточает и солдат по другую сторону фронта. Ведь национализм всегда строится на эскалации эмоций. Те, кто мучает военнопленных, об этом не задумываются. Они не рискуют попасть на передовую, так как их главная ценность – быть садистами в тылу. Политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов на встрече в Вильнюсе сообщил о создании комитета за справедливый мир и радикальную демократию. Организация планирует вести сотрудничество как со своими российскими сторонниками, так и с европейскими левыми партиями для того, чтобы корректировать их политику. Основной целью является создание структуры, которая бы могла налаживать международные связи с левыми партиями и социальными движениями для решения общих политических задач. Например, разрабатывать стратегии по достижению мира, заниматься помощью российским политическим заключенным и продвигать идеи социалистической демократизации. Комитет уже начал сотрудничество с французской радикальной левой партией «Непокоренная Франция» и выразила в открытом письме свою поддержку в ее списку кандидатов на выборах в Европейский парламент. В этом письме было отмечено, что «Непокоренная Франция» выступает против вторжения России в Украину, осуждает убийство мирных граждан Израилем в секторе Газа и вообще выступает против империалистических войн, кем бы они не были инициированы. Они поддерживают свободу слова и освобождение всех политических заключенных, включая российских политических заключенных, таких как Борис Когарлицкий и Азад Мефтахов, а также палестинских политических заключенных. Среди членов организации Илья Будраевский с Александра Запольская, Александр Лестратов, Михаил Лобанов, Мария Меньшикова, я, Андрей Рудой, Сергей Цукасов и Григорий Юдин. Создание подобных инициатив – это очень важно, так как позволяет сформировать основу для сотрудничества левых партий и движений. Говорить о новом интернационале без общения и взаимодействия с другими левыми партиями по всему миру просто невозможно. Мы пригласили политика и профсоюзного активиста Михаила Лобанова рассказать подробнее о создании комитета и о том, как он видит будущее развития этой инициативы. Друзья, мы действительно сделали очень осторожный, очень выверенный, пусть небольшой, но важный шаг вперед. Группа российских политиков, активистов, интеллектуалов с демократическими, а значит левыми взглядами, образовала комитет, который должен способствовать регулярному и структурированному диалогу между российскими политическими активистами и группами, с европейскими партиями, профсоюзами, активистскими сообществами. Да и почему только с европейскими нас, безусловно, интересует весь мир? Почему это важно? Потому что мы верим, что в будущем в России начнется процесс глубокой политической трансформации. И демократические левые силы будут играть в этом процессе, может быть, ведущую или одну из главных ролей. И то, насколько эти преобразования пойдут, насколько они будут безболезненными и принесут пользу для российского общества, зависит в том числе и от внешнего фона. Насколько быстро и оперативно будут сняты ненужные санкции. Санкции, которые станут ненужными, когда прекратится агрессивная милитаристская политика Кремля. Когда в прошлое уйдет репрессивный аппарат, который сейчас кидает в тюрьмы наших товарищей. Но чтобы эти санкции ушли быстрее, чтобы российское общество смогло выстроить как можно быстрее нормальное взаимодействие с активистами, с обществом других стран, нужно, чтобы у нас к этому моменту были тесные контакты с нашими единомышленниками, с близкими нам по духу и политической оптике людьми. И мы работаем на эту перспективу. Сейчас важно, чтобы российские левые демократические активисты, которые оказываются в разных уголках мира, не только сохраняли связи со своими товарищами внутри России, участвовали в общих кампаниях, обсуждениях, интернет позволяет это делать, но и интегрировались, встраивались в местные активистские сообщества партии и профсоюзы. Этот процесс происходит, я вижу это в разных странах, и, безусловно, меня радует, когда кто-то из моих товарищей начинает участвовать в профсоюзных кампаниях, например, в Германии. Но этого должно происходить больше, этому можно и нужно помогать, и мы собираемся это делать. Комитет, мы назвали Комитет за справедливый мир и радикальную демократию. Это временная сущность, которая, на наш взгляд, отвечает текущему моменту, когда нужно сделать осторожный шаг вперед, когда ситуация изменится, возможно, и, я надеюсь, в том числе под нашими с вами усилиями. Эта сущность уступит место более широким, более горизонтальным, а может, более вертикальным организациям и более массовым организациям и сущностям. Но сейчас мы пробуем сделать так. Мы не претендуем на то, что мы представляем всех российских левых или всех российских антивоенных левых, или что в этот комитет вошли самые лучшие или самые известные, самые заслуженные левые. Нет. Этот комитет представляет только тех участников, которые в него вошли, и больше никого. Но нам кажется, и мы видим, что этого из опыта, что этого достаточно, чтобы начать диалог, чтобы его инициировать, что уже такая сущность вызывает у европейских партий и других организаций вступить в взаимодействие. У нас решение принимается, ну, фактически консенсусом. Мы должны учиться находить общий язык, договариваться, не переголосовывая друг друга фракция на фракцию, а именно обсуждать и приходить к таким решениям, к таким заявлениям, которые будут устраивать всех вошедших в комитет. И пока у нас это получается сделать. Первым шагом станет переговоры с непоколенной Францией. Это крупная партия во второй по размерам европейской и по представленности, например, в Европейском парламенте стране. Безусловно, с ней важно выстроить регулярные и нормальные отношения, чтобы она помогала российским активистам, оказавшимся во Франции, чтобы мы строили общие компании, выстроили полноценные и нормальные взаимодействия. И я надеюсь, у нас это получится дальше на следующие шаги в других странах. Надеюсь, нам удастся проводить и общеевропейские мероприятия. И, как я вижу, эта инициатива и эта активность со стороны российских демократических сил, со стороны российских левых, она может быть очень полезна и для общеевропейского, общемирового движения. Потому что мы видим и чувствуем за вот эти два с лишним года, что тема конфликта, тема конфликта в Украине, она является абсолютно проигрышной для международных левых структур, для левых национальных партий. Независимо от разницы в позициях, от этого выигрывают везде повсюду правые. А для левых это какая-то неудобная тема, независимо от того, какая у них позиция по поставкам. И мы знаем, и у нас есть мысли, как эту ситуацию можно перевернуть, сделать так, как взглянуть на нее по-другому, чтобы она, наоборот, стала объединяющей для левых из разных стран, чтобы мы вместе предложили такую оптику, такой подход, который был бы и в интересах десятков миллионов простых людей в России, которые являются заложниками преступной политики Кремля и Путина, и одновременно в интересах становления и более тесных связей в международном левом и рабочем движении. И мы постараемся это сделать. Будем рассказывать вам, что у нас получается, а что, может быть, не получается. Спасибо большое, Михаил. 3 июня в Аргентине полиция провела обыски в центральном офисе рабочей партии. Представители партии утверждают, что эти обыски являются попытками запугать их и заставить прекратить протесты трудящихся против нового регрессивного трудового законодательства. Да и в целом других антисоциальных и антидемократических реформ правительства Хавьера Миллея, президента Аргентины, либертарианских взглядов. Рабочая партия и их союзники из фронта левых и трудящихся единства первыми осудили репрессивный протокол министра безопасности Патрисии Булрич, который вводил серьезные ограничения на протесты. 20 декабря они вышли на улицы, несмотря на антиконституционный протокол нового правительства Хавьера Миллея, и угрозы репрессий. Они хотели защитить демократию и право на протест. Обыски в рабочей партии являются продолжением атак и преследований в сторону рабочих независимых организаций. Активисты продолжают сообщать об угрозах, прослушивании телефонных разговоров, шпионаже и обысках у активистов и в офисах социальных организаций Пикет Эрос. В СМИ идет кампания, целенаправленная, проводимая правительством по дискредитации безработных трудящихся. В течение нескольких часов после обыска национальное и международное сообщество выразило солидарность с рабочей партией и другими пострадавшими организациями. Заявления о поддержке поступили от правозащитных организаций, профсоюзов, политических партий и народных ассамблей, что подчеркнуло серьезность ситуации и необходимость защиты демократических свобод и противостояния репрессивной политики правительства Миллея. Главным врагом свободы для Миллея оказываются не бюрократы, а именно рабочие и те, кто готов защищать свои права. Он продолжает попытки изменить законы в интересах касты богачей, корпораций, международного валютного фонда. Причем решает он эти проблемы за счет основной массы населения. Хорошо, что Аргентина по-прежнему остается страной, сильным и развитым рабочим профсоюзным движением. Ну а мы, конечно, должны поддерживать их борьбу против тиранической логики нового либертарианства и старых правых диктатур. Мы были очень рады пригласить марксиста и одного из национальных лидеров рабочей партии, Гишер Маккейна, чтобы он прокомментировал обыски и рассказал подробнее о политическом контексте этих событий. На этой неделе администрация президента Миллея в Аргентине значительно усилила политические преследования представителей левого и рабочего движения. Посредством ряда адвокатов и судей, а также журналистов и средств масс-медиа, правительство Миллея возглавляет кампанию против движения безработных, в частности, против организации «Рабочий полюс», тесно связанной с рабочей партией Аргентины. Используя мнимые аргументы насчет финансовых проблем своих противников и того, как они решали их через субсидии от предыдущего правительства, администрация Миллея преследует лидеров организаций, возглавляющих тысячи людей в борьбе против голода и безработицы. На этой неделе дошло до полицейских рейдов в главных офисах Рабочей партии Аргентины, левой партии с более чем 60-летней историей. Партия, которая в течение 40 лет остается легальной общественной организацией рабочего класса страны и которая имеет представительство в Национальном конгрессе и Градских советах. Полиция явилась без ордера под предлогом расследования финансовых махинаций. В действительности же усердие администрации Миллея обусловлено тем, что рабочая партия, как часть левого фронта страны, а также движение безработных, играют принципиально важную роль в организации уличных протестов против беспредела правительства. Для трудящегося человека экономическая ситуация в Аргентине ужасна. Мы потеряли более чем 300 тысяч рабочих мест. 3 миллиона аргентинцев оказались за чертой бедности. Ежедневно проходят протесты пенсионеров, профсоюзов, безработных, которые по распоряжению администрации постоянно подавляются полицией. А в следующую среду, 12 июня, в Конгрессе готовится голосование за глубоко реакционный антинародный законопроект, нацеленный против свободы объединений и забастовок, и позволяющий крупным международным корпорациям с еще большей легкостью разграблять национальные ресурсы. В этот день пройдут массовые забастовки и демонстрации, которые Милей хочет остановить. Мы предельно ясно заявляем, что для этого нет никаких легальных оснований. Это политическое преследование. Мы не можем допустить полицейских атак на политические партии и в особенности на левых, на рабочий класс. Мы передадим это дело в Межамериканский суд по правам человека, чтобы пресечь посягательства правительства Милея на политические свободы. Но что еще более важно, мы готовим массовую демонстрацию с забастовками, которые объединят тысячи рабочих в противостоянии бесчеловечной политике, преследованиям, репрессиям и сокращениям, которым подвергаются аргентинцы. Реакционное наступление правительства Милея и ультраправых сил не пройдет. Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций против Международного уголовного суда за рассмотрение дел против США и их союзников. Законопроект поддержали 247 конгрессменов, включая 205 республиканцев и 42 демократов, в то время как 155 демократов проголосовали против. Согласно законопроекту, американские власти смогут выводить санкции против лиц, которые причастны к преследованию со стороны МУС, американцев или граждан союзных США стран. Таким лицам, включая чиновников МУС, будет запрещен въезд в США, аннулированы американские визы и запрещены сделки с недвижимостью в США. Законопроект был внесен республиканскими конгрессменами после того, как в мае прокурор МУС Карим Хан потребовал ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Юава Галланта, наряду с тремя лидерами Хамас. Ожидается, что законопроект против Международного уголовного суда вряд ли пройдет голосование в Сенате. Напомню, что сейчас Сенат контролируется демократами. Несмотря на то, что Джо Байден назвал требования прокурора МУС возмутительными, его администрация выступила против республиканского законопроекта. Несмотря на маловероятность превращения такой инициативы республиканцев в закон, она демонстрирует нам продолжение поддержки Израиля в Конгрессе США. Соединенные Штаты в лице республиканцев дают понять, что, в принципе, их союзникам, Израилю, делать можно вообще все. Ну, то есть нет никаких ограничений, если только это не противоречит империалистическим интересам самих США. Можно, в конце концов, и концлагеря для палестинцев построить, как это недавно сделали в местечке с Де Тейман. Об этом на днях сообщила New York Times. В целом, коррозия международных институтов продолжается. ООН, МУС и другие подобные структуры способны все меньше и меньше на что-то влиять и формировать некий консенсус по каким-то вопросам. Блоки великих держав пытаются тянуть их каждый в свою сторону, пытаясь ослабить оппонента. В такой ситуации становится максимально сложно говорить о какой-либо возможности остановить военные преступления. Сделать можно только одно – тщательно фиксировать то, что происходит для будущих расследований, которые будут уже происходить по другим принципам. Верховный суд России утвердил приговор сроком в 5 лет социологу и главному редактору Рабкора Борису Юльчу Кагарлицкому. Обвиняют его в оправдании терроризма из-за названия видео «Взрывное поздравление кота Мостика». Кагарлицкий присутствовал на заседании по видеосвязи из исправительной колонии номер 4 города Торжок. В своей касационной жалобе адвокат Сергей Ерохов просит освободить Бориса с уплаты штрафа, отмечая его противодействие терроризму в своих работах и статьях, а также учитывая его возраст и мировую известность. Ерохов указывает на поддержку Бориса со стороны таких западных политиков и мыслителей, как Жан-Люк Меланшон, Джереми Корбин, Славой Жижек, Янис Варуфакис и других. Адвокат предоставил суду нотариальные доверенности от ведущих университетов Бразилии и ЮАР. Они просили освободить Бориса и приглашали его в качестве преподавателя. Также бразильская и южноафриканская стороны выразили желание видеть Бориса на саммите Странбрикс в Казани. Сам Борис утверждал на суде, что обвинение не имеет претензий к содержанию видеоролика, а лишь к его названию взрывное поздравление Кота Мостика, считая это несправедливым наказанием за неудачную шутку. Он также выразил веру в справедливость и здравый смысл суда. Но, к сожалению, здравого смысла в суде не оказалось, он ему совершенно не следует, поэтому приговор оставили таким же. Со справедливости наказания, об обязательстве применения которого не раз высказывался Конституционный суд, и на что я обращал внимание судебные коллеги в деловременных службах и в полном суда. Поэтому наши следующие действия будут обжалование решений не только в президиуме, но и в Конституционный суд о необходимости применения указанного общеправового принципа. И действительно, сейчас нет ЕСПЧ, но есть комиссии по правам человека ООН, куда мы тоже будем обращаться. Но, тем не менее, борьба продолжается, и мы надеемся, что в других инстанциях получится достучаться до властей и дать им понять, что сажать человека на 5 лет за неудачную шутку это верх репрессивной логики. Что мы можем сделать сейчас, чтобы поддержать Бориса Юлечика Горлицкого? В первую очередь, это писать ему письма через ВСИН-письмо. Отправлять ему деньги на счет через ВСИН-деньги, чтобы он смог себе купить что-то в ларьке из правительной колонии. Также, например, через сайт Едим-сидим можно заказывать для Бориса доставку горячих блюд, вкусняшек и других мелочей. Более подробную информацию мы оставим в описании под роликом. Такая помощь, на самом деле, это неоценимый вклад в то, что сейчас есть у Бориса Юлечика Горлицкого. Это дух и воля, и возможность сопротивляться, не сдаваться в ужасных условиях российской тюрьмы. Все это даст понять ему, что он не один, а вокруг есть много людей, которые любят его и готовы помочь, даже в таких трудных обстоятельствах. Кагарлицкий в тюрьме, и это приговор российской правовой системе. В нормальных условиях, такие как Борис Юлевич, должны работать в университетах и в академиях, но никак не находиться там, где он находится сейчас. Бороться за освобождение Бориса, это еще и бороться за свободу слова, свободу мысли и свободу научного знания. Так как подавить в человеке можно все, кроме одного, его способности и желания свободно мыслить. 5 июня Следственный комитет отчитался об аресте семерых участников ростовского сообщества Антифа Юнайтед. Рано утром полиция ворвалась к ним в квартиры. По сообщениям про правительственного телеграм-канала Мэш, власти считают, что задержанные распространяли экстремистскую символику и нападали на неонацистов. Тем самым, видимо, они разжигали ненависть к социальной группе неонацисты. Антифа Юнайтед это название закрытого паблика ВКонтакте, который служил витриной интернет-магазина одноименного бренда одежды. Он стремился популяризировать антифашистские идеи в среде молодежных субкультур. Это движение хотели признать экстремистским и запретить в России за распространение неонацистской символики и нападение на нацистов еще в апреле 2024 года, но признали только сейчас. В пресс-релизе Следственного комитета движение обвиняют в планировании преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, участники группы занимались вовлечением лиц, в том числе несовершеннолетних. На данный момент известны фамилии четырех задержанных Якименко в Ростове-на-Дону, а также Чижиков, Островский и Попов в Москве. Следствие считает Якименко лидером этого сообщества антифашистов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности после нападения на него группы неонацистов в 2020 году. Антифашист провел год под домашним арестом, после чего находился под подпиской о невыезде. После первого приговора, который впоследствии был отменен, он провел 8 месяцев в СИЗО. Во время задержания по делу Антифа Юнайтед оперативники били электрошокером Богдана Якименко. Об этом рассказали его соседи. Пытки сопровождались требованиями отказаться от услуг адвоката и не пользоваться услугами правозащитников. Помимо этого, издание «Важная история» сообщало также о пытках по отношению к задержанным в Москве. На данный момент близкие Богдана Якименко потеряли с ним связь и не знают, где он сейчас находится. Вероятнее всего, его этапируют в Москву. Помимо этого, 6 июня Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 июля 18-летнего антифашиста Романа Чижикова по делу об участии в экстремистском сообществе. Чижиков признал вину в полном объеме и написал явку с повинной, из которой следует, что он принимал участие в сообществе Антифа Юнайтед. На заседании также выяснилось, что в рамках этого дела было проведено 6 обысков. Что и говорить, репрессии против левых в России продолжаются и каждую неделю приходит все больше и больше новостей о новых задержаниях. Конечно, мы понимаем, что антифашисты являются одними из самых главных врагов режима, который, в свою очередь, продвигает таких людей, как мельчаков. Ну, я имею в виду, дает им оружие, обучает их и помогает попасть на фронт для получения боевого опыта. В этом перевернутом мире сообщества антифашистов становятся экстремистскими, а вот такие сообщества, как русич, патриотами и защитниками традиционных ценностей. В прошлую пятницу движение жен мобилизованных «Путь домой» и его активистку Марию Андрееву признали иностранными агентами. «Путь домой» это объединение родственников мобилизованных, которые стремятся добиться их возвращения домой в Россию. Движение возникло осенью 2023 года, когда его участницы опубликовали манифест, в котором выразили разочарование, отсутствие надежды на возвращение близких и обвинили власти в обмане. На данный момент телеграм-канал активисток насчитывает более 60 тысяч подписчиков. Активистки из объединения «Путь домой» регулярно обращаются к властям с просьбами вернуть своих близких с войны. В марте Мария Андреева, одна из публичных участниц движения, получила предупреждение от прокуратуры накануне акции «Полдень против Путина». На странице объединения в Телеграм активистки возмутились признанием «Пути домой» Андреева иностранными агентами из-за абсурдности этого решения. Мария, по их словам, не является основателем или администратором канала движения. И с точки зрения активистов включение в перечень произошло из-за того, что ее имя просто-напросто на слуху. Через несколько дней после признания инагентами родственники мобилизованных вышли на акцию у здания Министерства обороны. Участницы держали большую растяжку с требованием встретиться с новым министром обороны Андреем Белоусовым. На других плакатах было написано «Мобилизованным пора домой» и «Установите сроки службы бойцов на СВО». К активисткам сразу подошли полицейские, начали проверять документы и попросили разойтись. Впоследствии к месту пикета подъехал автозак. Как вы понимаете, защищать своих близких и требовать их возвращения с фронта могут только люди, которые находятся определенно под иностранным влиянием. Ну, которые получают иностранное финансирование. И таким образом получается совершенно абсурдная ситуация. Просто подумайте, Мария Андреева, которая сейчас иностранный агент, получает зарплату мужа мобилизованного от Министерства обороны. Выходит, Министерство обороны и финансирует иностранного агента. Интересно, задавались ли этим вопросом чиновники Минюста, которые принимали такое решение. Мы попросили жену мобилизованного прокомментировать получение ими статуса иностранного агента. К агентству, конечно, ну, те, кого я знаю, жены относятся плохо. Считаем это актом политического устрашения. Сложно сказать, как это повлияет, но кого-то это напугает, потому что все-таки они, я думаю, дают понять, что, ну, прощупывают границы определенным образом. Вот сейчас мы признаем жену иноагентом, а значит, можем еще там что-нибудь сделать, например, административочку какую-нибудь влепить, а потом, может, и уголовку. Ну, в общем, я думаю, что какую-то часть это, конечно, напугает жен. но активистов, теми, наверное, с кем я общаюсь, вряд ли, потому что все примерно изначально представляли, что, в принципе, деятельность рискованная, и, в общем-то, с анагентством жить можно, ну, каких-то плюшек там это лишает, да, льготы, наверное, те, у кого дети, для них это значимо, для тех, у кого детей нет. Не знаю, для меня лично это будет, скорее, просто неприятно, но неспредельно. Как это может повлиять на деятельность? Ну, конечно, может определенным образом во взаимоотношениях с государством, то есть, теперь у них, как бы, развязанные руки еще более негативно к нам относиться, то есть, какая-нибудь работа с государственными органами, она осложнится. Ну, вот из-за этого иногентского статуса. Про путь домой ничего не могу сказать, потому что я к нему не отношусь, но думаю, что просто движение жен, это же, ну, как бы, вообще наш вопрос, это не только путь домой, это все люди, у кого так или иначе, муж, или там, сын, или кто-то еще на войне находится. Я не думаю, что получение какого-то там, какого-то там непонятного статуса из Минюста тормознет настолько, чтобы прекратить бороться за людей, которые находятся в опасности. Спасибо большое, Мария. Заместитель министра юстиции России Олег Свериденко заявил на сессии Международного экономического форума в Петербурге о семейных ценностях, что ЛГБТК плюс люди легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма. Однако он не пояснил, что он подразумевает под этими весьма своеобразными терминами. Зато Свериденко отметил ЛГБТ-сообщества легко вовлекаются эти персонажи в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений, а теперь только задумайтесь, в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. Далее это все приводит и в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом, анализ всех имеющих материалов и доказательств позволил именюсту России прийти к выводу о том, что основой объединяющей международные ЛГБТ-сообщества является идеология, разрушающая моральные устои российского общества. Кстати, Свериденко забыл упомянуть, что он до сих пор владеет элитным имуществом на Лазурном берегу Франции. Он решил, видимо, личным примером и молитвенным подвигом показать, как надо бороться с гей-национализмом и экстремизмом и лучшего решения, чем отправиться в эпицентр этого всего, он не нашел. Российский чиновник всегда готов партизанить на Лазурном берегу в защиту родного отечества. Это знать надо. Шел второй год запрета несуществующего международного движения ЛГБТ-К+, а российские чиновники все продолжают с ним бороться. Но вообще, если так порассуждать, то гей-национализм это действительно большая проблема. И он забрал в свои кровавые лапы даже честных российских патриотов. Ну, а духовные подвиги продолжают свершаться из недели в неделю. На этот раз настоящий пример христианского отношения к ближнему нам показал иерей Максим Серпицкий. В одном из интервью он сравнил эмигрантов с глистами, которые выкачивают из России все жизненные силы. Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые просто из него жизненные силы, выкачивают, выкачивают, он же никогда с этим не смиряется. Ну, пускай живут, давай их покормим. Ну, что, ну... Вот, нет. Здесь нужно принимать какие-то конкретные меры. нужно уже заместительная терапия какая-то должна быть. Действительно, почему те же жилищники города Москвы, у них есть городки, где живут эти мигранты, недовольные, недовольство свое постоянно высказывающее, у которых есть бесплатное спальное место, где у них белье, прачечник. Максим Терпицкий известен своей горячей поддержкой войны в Украине и всех действий родного начальства. Ну, а самыми главными врагами, конечно, являются мигранты, а вовсе не те, кто их эксплуатирует и содержит в нечеловеческих условиях. Этих уважаемых господ священник трогать не будет, это его паства, он должен ее окармливать. Потому что ты в аду, сынок, в аду, ты не знаешь радости, ты мертв. На этот раз нас успели порадовать и за границей. IKEA объявила конкурс на 10 вакансий для управления своим виртуальным магазином на игровой онлайн-платформе Roblox. Кандидаты на вакансию должны быть не моложе 18 лет и проживать в Великобритании или Ирландии. Работники будут сопровождать клиентов по виртуальному выставочному залу, помогать им с выбором товаров и отвечать за подачу фирменных икеевских фрикаделек в кафе-онлайн-магазина. Количество бредовой работы по меткому определению гребера все увеличивается. Теперь можно будет не просто работать на кассе и продавать фрикадельки, но делать это еще и в виртуальном пространстве, умножая бессмысленность всего происходящего. А, да, ну и делать это еще можно будет за 13 фунтов в час. За 13 реальных фунтов. То есть, это реально будет оплачиваться. Тут сразу возникает вопрос, а как же с нарушениями прав работников? Будут ли там издевающиеся начальники и что с этим делать? Ну, на этот вопрос ответ тоже есть. В Роблоксе можно организовать протест или забастовку и даже побегать от виртуальной полиции. Защита своих прав в виртуальном пространстве. Скоро, наверное, это все, что останется у рабочего движения. А большего мне и не надо. В издательстве Common Place вышло переиздание известной книги итальянского антифашиста Карло Леви. Христос остановился в Эболи. Карло Леви был итальянским писателем, художником и политическим деятелем. В 1919 году он стал одним из основателей антифашистской группы Справедливость и Свобода. Весной 34-го его арестовали фашистские власти и после двух месяцев заключения отправили в ссылку. Сначала в горный городок Гроссану, куда Муссорини ссылал своих противников, а затем в деревню Алиану, выведенную в романе как Гальяну, где Леви провел полтора года. Там он бесплатно занимался медицинской практикой, помогая бедным крестьянам. Впечатление от времени, проведенного с обычными простыми крестьянами, легло в основу книги. Она была написана между 1943 и 1944 и опубликована в 1945 году, уже после освобождения Италии от фашистского режима Муссолини. В книге Леви Христос так и не дошел до этой деревни Гальяна. Жители этой суровой пустынной местности живут в архаическом прошлом, окруженные оборотнями и колдунами, разговаривая с мертвецами и встречая дьявола, совершенно равнодушные государству и истории. Этот роман стал одним из самых выдающихся произведений модернистской литературы. А его рассказ об интеллектуале, вытесненном фашистами на обочину общества, сегодня приобретает особую актуальность. Ну что, очередной новостной выпуск Ологде Буря подошел к концу. Ставьте лайки этому видео, делитесь своими впечатлениями и комментариями. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Кристина. А это легально вообще есть мороженое за кадром? Неа. Ужасно, при ведущей, при живой ведущей. Так, единственное, что очень живо обсуждалось в России... Это под... Ты просто сволочь. Это под новость. Со своим мороженым? Ой, блин. Я из коротницы пародирую. Я из экономического форума. Кринж. Да, я запишу. Все, шутки в сторону. Иначе будем писать до четырех. Так.